Я не думала, что я заплачу. Тоже? Почему так мило? Мы всегда начинаем ценить что-то или кого-то, когда у нас этого нет или отбирают. Он был в отчаянии, с юношеским максимализмом и просто не со всеми людьми вокруг. До глубины души романтик. Он начал разочаровываться и закрываться от всего. Он начал выходить в себя и искать что-то другое. Он начал заменять свои стремления найти ту самую. На то, что помогало ему забыть об этом, там, где много адреналина, движения. Там, где не было ни секунды подумать об этом. Но в один момент жизнь остановила его, дав понять, что не стоит забывать о том, чего он так сильно хотел и о чем успел позабыть. Переступив через себя, со временем он встретил ее, маленькую, беззащитную, но в то же время холодную и немного грубую. Была на свете одна девочка, которая думала, что любовь и отношения это точно не ее история. Все так и было. Шло время, дни изменялись ночами, жизнь протекала тихо и спокойно. Пока в один теплый осенний вечер в судьбе вдруг захотелось сделать девочке подарок, сделанной с любовью из Казахстана. Все было так непривычно, и девочка не могла поверить, что это происходит с ней. А мальчик как старался, терпел многочасовые прогулки, мало ел на свиданиях, надевал свои самые лучшие футболки и мирился с бесконечным количеством селфов. А смотрел на нее такими ангельскими влюбленными глазами, что сердце девочки просто переполнялось умилением. Они уже тогда знали, что будут вместе всегда-навсегда. Он понял, что холод и грубость были похожи на то, что она защищается и боится снова обжечься. Он прикладывал все усилия, чтобы доказать, что он не причинит ей боль и станет для нее крепостью. И в один долгожданный для него момент она открылась, заботилась и начала менять теперь его мир, в котором он так давно не копался. Она начала рушить все его стереотипы, все предубеждения и показала, что такое любовь, в которую он и не сразу поверил. Он не верил, что так бывает, и иногда просыпаясь, думал, что это был всего лишь сон. Она перевернула его мир своим доверием и привязанностью, ведь он был совсем недоверчив и не привязывался никому. Она еще не раз помогала снова вставать на ноги после очередных падений и вселяла все больше уверенности. Она стала для него незаменимой поддержкой и неотъемлемой частью его жизни, точнее его жизни. Только ради нее он несколько раз летал в другую страну, в знакомый город, чтобы увидеть, обнять и сказать, как сильно скучал. Только для нее он готовил завтраки и идеально чистил мандаринки. Только он может вытерпеть все ее вечные капризы и любить так же сильно. «Ты тот, с кем мне всегда интересно, весело и легко». Спасибо тебе за наше счастье, за нежность и за терпение. «Ты кто любит тебя? Я буду любить все Asal. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok